Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором вы всегда найдете свежие обзоры на то, что появилось на продаже. А на продаже у нас сегодня появился набор из двух восьмерок, Лансен С и Кейлер. Что касается Лансена С, то в этом обновлении, ребят, которое уже состоялось, Лансен С перешел из статуса премиумных машин в статус коллекционных. И в случае, если вдруг чего, и вам срочно понадобилась голда, то вы сможете эту машину продать и получить за нее 3750. Но помните, вместе с этим обновлением разработчики изменили экономику, и выкупить назад Лансена за 3750 уже не получится. И заплатить за него придется 7500, это действительно для восьмерки очень дорого. Но просто ради констатации самого факта. В отношении Кейлера ничего не поменялось, как был премом, так и остался, как был хорошим тяжелым танком, так им и является. Что могу сказать в отношении стоимости набора? Ну, я лично считаю, что набор по цене очень даже крутой. Дело в том, что за 11500 вы получаете себе две восьмерки разного типа. Тяжелый танк и средний танк абсолютно разного геймплея. И при этом всем танки с легендарными внешними видами, которые сюда положили в составе набора, вы получаете за 5750 каждый. И для восьмерки это действительно очень приемлемая цена. Но не знаю, если вы со мной не согласны, пишите об этом в комментариях. Сюда положили открытое все оборудование. По моим подсчетам, в районе 4 с копейками миллионов серебра вы сэкономите на открытие оборудования. Плюс положили по 20 штук Х5 на каждую из данных тачек. Многие спрашивают, зачем нужны иксы на премиумные и коллекционные тачки. Отвечаю, дело в том, что за эти иксы вы прокачиваете себе в первую очередь вот этот вот элитный опыт экипажа. И очень даже таки круто. Короче говоря, иксы на премах и коллекционках действительно можно порой неплохо реализовать и поднять свои копилочки. Что могу сказать в отношении стоимости машин, если брать их по отдельности? Но давайте вспомним историю. И если Лансена С продавали за 7 тысяч, я помню, то того же самого Кейлера продавали за 6,5 в голом состоянии. То есть, в принципе, можно сказать, что ценники даже за голое состояние на машины вполне себе адекватные. Но я не вижу смысла покупать отдельно Лансена С за 6,5 тысяч. Если у вас нет Кейлера, то лучше покупайте набором. Если вы Кейлера себе хотели, ну и, соответственно, у Лансена у вас есть, то здесь есть о чем подумать. Действительно, возможно, Кейлера стоит докупить отдельно от набора. Здесь уже определяйтесь самостоятельно. Ну и сами рассчитывайте на свою золотую копилку. Что могу сказать про Кейлера, как про танчик? И сегодня именно его будем тестить в рандоме, а в следующем видео выкатим Лансена. Для меня Кейлер это что-то среднее между Левой, которая является очень крутой играбельной машиной для новичков, и Е75 ДС, который немножечко все-таки посложнее будет в реализации, нежели Левчик, но, по крайней мере, по моему мнению. А Кейлер это такая себе золотая середина. Неплохо сбалансированная машина, вполне себе приемлемой подвижностью, вполне себе приемлемыми показателями по орудию. Здесь время сведения у нас 4,1. Не сильно приятно, но привыкаешь и играется нормально. Время перезарядки 9,81, и я бы сказал, что было бы круче, если было бы немножко быстрее, потому что урон 350 единиц, или хотя бы дайте ему 380-400, тогда будет все понятно. По пробитию все в пределах нормы, все классно, а угол склонения орудия минус 8, действительно божественный, так как в башне есть чем танковать. Ну что, ребят, берем тачку и поехали посмотрим, на что она реально способна. Итак, ребят, поехали. Единственную ошибку, которую я сейчас допустил, я зашел в режим столкновения. Но, возвращаясь к принципам моего канала, я не собираюсь ничего менять, не буду вырезать данную катку и не буду показывать чего-то другого. В моих принципах и в моих правилах все делать с первого дубля, для того, чтобы все было максимально честно и максимально объективно. Да и в целом, какая разница, будем играть 7 на 7 или будем играть 5 на 5. Смысл, я думаю, от этого не сильно меняется. В отношении того, насколько хорошо сбалансированы команды по отношению друг к другу, то в принципе все нормально. Два тяжа, два средних танка, единственное, что у нас ЛТ, у них ПТшка. Но в целом все в пределах нормы. По подвижности. Кейлер абсолютно ничем не удивляет. Он просто едет с ним, все нормально, все хорошо. Он может приезжать туда, куда нужно и в нужное время быть в нужном месте. По времени перезарядки. Откатываешься назад, перезаряжаешься, еще раз выезжаешь и, соответственно, делаешь еще один выстрел. Так, дружище, давай поддерживай меня. Могильщик не сильно страшная для нас преграда в данном случае. Потому что Кейлер действительно очень круто забронирован. И в целом, понятное дело, что Могильщик Кейлеру не ровнее. Я могу просто в наглую выезжать и в наглую товарища забирать. Ему, конечно, от этого безумно грустно. Но, к сожалению, к сожалению, его бросило именно к нам. Мне Кейлер очень сильно нравится. И несмотря на то, что в свое время, когда танк появился на продаже, я приобрел его за баслословные 15 тысяч голды. Причем без легендарного внешнего вида. Я лично не жалею абсолютно. Да, переплатил. Но знаю, за что это сделал. И знаю, почему он мне нравится. Нравится он мне, потому что он неплохо забронирован, потому что он вполне себе подвижен, как для такой махины. И имеет вполне себе приятное орудие в отношении его реализации. Есть, безусловно, ряд недостатков, которые немножко цепляют. Мне бы, допустим, хотелось, чтобы либо альфа была побольше, либо время перезарядки было поменьше. Но и так вполне себе приятно. Да, на левчике в чем-то играется немножко попроще. Лев все-таки прощает гораздо больше ошибок, нежели кейлер. Это факт. Но поверьте мне, прям совсем какой-то сильной разницы вы не прочувствуете однозначно. Ну что, закидываем в тигра. Не успеваю. Не успеваю буквально на полторы секунды. А так можно было бы сделать еще второй фраг. В общем, суммируя, могу сказать следующее. Если вы купите себе кейлера, вы об этом не пожалеете. Вопрос только в том, за какую сумму кейлер вам нужен и какое количество других премиумных машин из тяжелых танков 8 уровня у вас уже присутствует в ангаре. Если их не так уж и много, то в целом кейлер довольно неплохой вариант. Хотя лев будет немножко получше для новичков. Во-первых, потому что прощает ошибки гораздо лучше, чем кейлер. Ну а во-вторых, потому что у левчика на 10% коэффициент фарма выше, нежели у кейлера. Но, по большому счету, если хорошенько присмотреться, то разницу в отношении фарма серебра вы особо не прочувствуете. Ну, то есть несколько тысяч за бой я не думаю, что для вас будут решающими. Можно ли кайфовать на кейлере, играя? Да, безусловно, абсолютно спокойный, нормальный танк, который предоставляет вам спокойный и уравновешенный геймплей. В общем, если хотите отдохнуть на тяжелом танке, то кейлер, наверное, будет первым в списке в отношении машин, которые вам позволят это сделать. Наряду с тем же самым левчиком или еще несколькими похожими машинами по геймплею. Я пошел снимать следующее видео на ланса на C, и точно так же, как в этом видео, покажу его в абсолютно первом попавшемся бою. Но все-таки переключусь на обычный бой из режима, для того, чтобы видео было более информативным. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok